150 стран мира получили доступ к ресурсам президентской библиотеки. Теперь каждый студент, аспирант или преподаватель РУДН сможет воспользоваться ее электронными каталогами. Центр удаленного доступа разместился в нескольких залах современного учебно-научного информационного библиотечного центра. РУДН — первый университет, который предоставил такие возможности своим студентам. Всего подключено 30 рабочих мест. Основная часть — в главном корпусе РУДН, в зале книговыдачи, и в одном из читальных залов. Остальные — на факультете гуманитарных и социальных наук. Мы, в общем, не первый раз встречаемся с Российским университетом дружбы народов. У нас есть опыт проведения совместных мероприятий. Мы начинали с отдельных проектов, например, с конкурса «Взгляд иностранца» или с проекта, который мы посвятили переводческой деятельности разным ее аспектам. И то, и другое востребовано в культурно-просветительской и в научно-образовательной деятельности. Открытие удаленных электронных читальных залов президентской библиотеки — значимое событие в образовательной деятельности университета. На сегодняшний день здесь обучаются около 28 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров из более 150 стран мира. Так что работы с ресурсами президентской библиотеки, посвященными в частности истории российской государственности и русскому языку, позволят им быстрее включиться в учебный процесс. Мы, конечно, теперь не только расширяем доступ Университета дружбы народов к электронным фондам, к документам в сфере образования, науки, а также рассчитываем и расширить свою аудиторию, которая будет посещать наш электронный читальный зал и наш портал в интернете. Всего в Москве и области доступ к ресурсам президентской библиотеки могут предоставить более 30 организаций. Телевидение РУДН. Новости.